Недавно я обнаружил интересный факт. Оказывается, 1 января 23 года нас ждет премьера очередной экранизации бессмертного романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Правда, название кинокартины решили сменить на «Воланд», так как это будет фильм по мотивам произведения, а это означает, что сценаристы могут оставить от оригинала только имена главных героев, а все остальное выдумать, как им захочется. Впрочем, надеюсь, до этого не дойдет. Бюджет кинокартины составляет аж 800 миллионов рублей, а это довольно солидная сумма для российского кинематографа. В роли Маргариты Юлия Снегирь, мастер Евгений Цыганов. Очень хочется верить, что у этой семейной пары получилось, фильм уже снят и ждет своего часа, произвести на свет что-то по-настоящему достойное. В роли Воланда немецкий актер Аугуст Диль. Я видел его единственный раз в фильме «Тарантино». Свою роль он отыграл более чем, но мне все равно непонятно, зачем было брать иностранного актера на ключевую роль в российском фильме. Неужели не смогли найти своего Воланда? Ну а пока мы с нетерпением ждем премьеры фильма, я предлагаю вспомнить, как же выглядели Маргариты в предыдущих экранизациях. Попробуем выбрать из них самую достойную, ну и в целом оценим масштаб предстоящей работы для Юлии Снегирь. Первую экранизацию «Мастера Маргариты» сняла Италия в сотрудничестве с Югославией в далеком 1972 году. Не скажу, чтобы получился шедевр, многие моменты книги вырезаны, например, «Бал Сатаны», но для настоящего фаната «Вечной книги» фильм вполне достойен внимания. Маргариту сыграла Мимзи Фармер, итальяно-французская актриса с довольно скромными внешними данными. Как по мне, она больше вызывала жалость своим испуганным настороженным взглядом. Все-таки книжная Маргарита была куда более властна и раскована, нежели забитой в воплощении Мимзи Фармер. Вторая экранизация вышла уже в Польше в 1988 году. Это был четырехсерийный фильм с мизерным бюджетом, смешными спецэффектами и жуткими декорациями. Впрочем, критика вполне благосклонно отнеслась к этой экранизации. Сценаристы умудрились довольно точно передать события книги первоисточника. Маргариту играет польская актриса Анна Дымна. Советский зритель ее может вспомнить по роли Марыси Вильчур из фильма «Знахарь». Надо признать, Анна вполне достойно справилась с задачей. Ее эмоциональная игра и внешность ведьмочки вполне соответствует той Маргарите, которую описывает Булгаков в своем романе. Я попросила вас за Фриду только потому, что имела неосторожность подать ей надежду. Третью экранизацию снял уже наш соотечественник Юрий Карра. В 1993 году вышла первая российская версия «Мастера и Маргариты». В кинокартине снялись буквально все звездные актеры того времени. Маргариту играет 49-летняя Анастасия Вертинская. Да, актриса замечательно выглядит для своего предпенсионного возраста, но давайте будем честными. Выбор Юрия и Карры – очевидный мискастинг. Да и игра актрисы вызывает множество претензий. Чрезмерная эмоциональность и переигрывание, заметное невооруженным глазом. А театральная манера игры не добавляет реалистичности образу ее героини. Четвертая и, как многие считают, самая каноничная экранизация «Мастера и Маргариты» вышла уже в 2005-м. Режиссер Владимир Бортко. Снова довольно сильный актерский состав, подробный пересказ содержимого книги аж в 12 сериях. Анна Ковальчук в роли Маргариты. Все было бы хорошо, если бы не амплуа мента Швецовой из сериала «Тайны следствия». Я смотрел на Ковальчук, играющую Маргариту, а перед глазами мелькал образ подполковника юстиции. Впрочем, это лишь мои тараканы. В остальном актриса более чем справилась со своей ролью и на данный момент представляет собой идеальный образ книжной героини. Итак, давайте подведем итоги. Мы с нетерпением ждем, чем нас порадует Юлия Снегирь в роли Маргариты. Сможет ли актриса превзойти всех предыдущих коллег и по-настоящему удивить нас своей версией главной героини романа? Напишите в комментариях, что вы думаете об этом. Кстати, не забудьте добавить, какая из Маргарит вам понравилась больше всего. Ну а пока я прощаюсь с вами. Было интересно, тогда поддержите видео лайком и подписывайтесь на канал. Выпуск подготовил Павел, журнал «Советское кино». Смотрите хорошие фильмы!